ДАЧНЫЙ СЕЗОН Зачастую люди сами пренебрегают правилами безопасности, что и приводит к чрезвычайным ситуациям. Как не стать жертвами огненной и водной стихии? Какие требования необходимо соблюдать? На эти и другие вопросы нам ответит начальник отдела по чрезвычайным ситуациям, полковник гражданской защиты Бекчентаев Амир Режепович. Здравствуйте, Амир Режепович. Давайте сначала познакомимся с вами. Почему вы решили стать пожарным? Сколько лет уже работаете? Какие трудности есть в этой профессии? Здравствуйте. Ну, как я попал в данную службу, это проведя профориентационную работу работниками пожарных частей, это еще в 93-м году. Заинтересовался данной службой, посоветовал с родными и близкими, поговорил с одноклассниками, с учителями. Все порекомендовали, справились, смогу. Решил, поступил, отучился и работаю. И на сегодняшний день у меня стаж службы составляет 27 лет полных. Но что касается опасности, то она, каждая служба кажется и опасной, и трудной. В зависимости, как к ней подготовишься, как с ней будешь ладить. Ну, а сложности они везде есть. Ну, справляемся, если есть. Ну, практически все идет гладко, согласно плану, который мы отрабатываем, разрабатываем. Ну, все идет. Какие должности занимали и сейчас? Какая должность? Начинал я с инженера пожарной безопасности с 96-го года. Затем заместитель начальника пожарной части, начальником пожарной части. Потом был назначен начальником отдела ЧС района Габитова, мусорепова. Потом был переведен в Мамлюцкий район, на ту же должность. И здесь до сих пор работаю, на территории Мамлюцкого района. Начальником отдела, да? Начальником отдела ЧС. Прошла уже зима и половина весны. Расскажите, как обстоят дела в Мамлюцком районе с пожарами и другими чрезвычайными ситуациями? Ну, что касается отопительного периода, который уже закончился. Сейчас, да, в полный рост уже у нас идет весенний период. То есть, начинается уже пожароопасный период, прошедший паводковый. Ну, за отопительный период, да, у нас были количество пожаров. К сожалению, была зарегистрирована гибель человека на пожаре. Ну, с каждым годом статистика количества пожаров, она меняется в разную сторону. Увеличивается, уменьшается. Но если брать по статистике за последние три года, то количество пожаров именно в отопительный период, она, тенденция идет к снижению. Это обусловлено общим охватом работы профилактической деятельности. Это сотрудников отдела ЧАЭС, противопожарной службы, местных исполнительных органов. То есть, все силы брошены на предупреждение пожаров, дабы уменьшить количество пожаров среди населения, среди жилых домов и объектов. Какая категория людей больше всего подвержена пожарам? И какие основные причины? Основные причины, они повсеместно одни и те же. Это устройство эксплуатации отопительных печей, то есть неправильное устройство с нарушениями из-за незнания техники строения. Это неправильная эксплуатация печей. Это такие, как сушка дров вблизи, это установка различных бытовых мебель и приборов около отопительных печей. Это отсутствие разделки, это отсутствие притопочного листа, это отступки от горючих материалов при перегреве, особенно при низких температурах, которые ведут к тому, что перегреваются и возгораются. Что касается печки, это основные причины. И еще у нас две есть причины основные, которые постоянно у нас фигурируют. Это короткое замыкание электропроводки. То есть, учитывая то, что население уже длительное время проживает в своих домах, которые были построены еще в прошлом веке. На сегодняшний день тот жилой фонд, который уже составляет более 70 лет жилым домам, очень редко проводит ремонт и замену электропроводки. И то есть, на сегодняшний день у нас практически улучшается, можно сказать, жизнь населения. То есть, население приобретает всевозможные бытовые приборы, которые, соответственно, у нас работают от электрической сети. И вся эта включенная система в ту проводку, которая была построена 50-70 лет назад, они перегружают ее своей мощностью, что, конечно, впоследствии дает сбои в работе. Отсюда и короткое замыкание, отсюда и возникновение пожаров. Это вот вторая причина, можно сказать, то, что от электропроводки. Ну и третья причина, это неосторожно, конечно, обращение населения с огнем. То есть, человеческий фактор, он состоит в том, что не каждый человек осознает ту опасность, которая постоянно его окружает, это курение в нетрезвом виде, это разведение костров, оставление ее без присмотра. Все, конечно, это ведет к возникновению пожара. Какие меры предпринимаются отделом ЧАЭС для минимизации ущерба от возгораний? Ну, как и отделом ЧАЭС, так и департаментом по чрезвычайным ситуациям Северо-Костанской области в целом проводится ряд мероприятий по снижению количества пожаров. Это, в первую очередь, это профилактические работы, такие как подворовые обходы, это агитация в средствах массовой информации, это проведение инструктажей, проведение сходов, это распространение информации в сетях интернета, это инстаграмы, одноклассники, на сайтах департамента по ЧАЭС, на сайтах акиматов районов. То есть, повсеместно идет распространение информации по соблюдению правил пожарной безопасности, по содержанию в исправном состоянии линии, электролинии, отопительных печей, недопущению оставления детей без присмотра, так как детская шалость, она тоже имеет место быть, когда дети, по своей мере, не понимают ту опасность, играют с опасностью, со спичками. В то же время мы на объектах образования проводим данную работу, беседуя с учениками, с преподавателями по недопущению возникновения пожаров именно от детской шалости. Призываю к этому родителей, чтобы они обращали внимание, тоже проводили беседы, не забывали об этом, так как первое знание, которое получают дети, конечно, это семья, это дом. Оттуда они должны уже все понимать. А как Вы считаете, вот эти подворовые обходы помогают, агитация помогает? Уменьшить количество пожаров. Люди прислушиваются или как? Да, люди прислушиваются. Проводя подворовые обходы, да, есть такие люди, которые не желают, чтобы к ним в дом зашли. Но в основном, основная часть населения, они доброжелательно к этому относятся. Когда видят, что сотрудники пришли, приглашают дом, потому что мы рекомендуем, уже наглядно посмотрев обстановку пожарную в доме, ту же отопительную печь, ту же установленную газовую плиту с газовым баллоном, те же провода, которые имеются в доме, электропровода. То есть мы уже даем рекомендации по наличию в нем опасности о том, что возможно здесь будет короткое замыкание. У Вас имеются трещины на печи, у Вас отсутствует притопочный лист, У Вас плита на отопительной печи лопнута, что возможно рассыпание угля и горючих материалов. То есть мы это все объясняем уже на месте. Люди понимают, и я считаю, что своевременно доведенная информация населения тому жильцу о состоянии пожарной опасности в его жиле, она никогда не будет поздна. Она будет всегда своевременна. Люди с пониманием к этому относятся, и это дает свои плоды. Потому что беседуя с людьми, некоторые много... Первый раз слышат о том, что должен быть притопочный лист. Даже о том, что под отопительной печью должен быть фундамент. Много очень случаев, когда отопительные печи ставят на деревянный пол. Очень много случаев пожаров именно поэтому. И также отравление угарным газом происходит из-за тления дерева под печкой. То есть печку ставят на пол деревянный, он начинает тлеть, дым выходит, угарный газ. Особенно в ночное время это очень опасно, возможно, с летальными исходами. Люди, не зная этого, когда воспринимают информацию при подворовых обходах, благодарят практически об этом, что они узнали, и этого будут не допускать и соблюдать правила пожарной безопасности. Вы вот сказали, что Ваш стаж уже около 30 лет, работали в Габита Мусрепова, сейчас в Мамлюцком. Какие именно сложности возникают в работе в районе именно? В районе сложности они возникают, это вот потушение пожаров в отдаленных местностях. Если у нас пожарная часть находится в районном центре, то населенные пункты разбросаны по району, они до 100 километров доходят. И вот прибытие на данный объект по потушению пожаров, он практически уже сводится к тому, что возможно уже позднее прибытие. Ну, учитывая скоростное движение автомобиля, учитывая расстояние, это все можно понять. Но не всегда где-то имеющееся добровольное пожарное формирование срабатывает. Это вот есть в этом сложность, особенно в зимний период, когда ее тяжело эксплуатировать в зимний период и сохранять. Но работая в этом направлении и с акиматами сельских кругов, и с товарищесо-хозпроизводителями, составляются различные планы, графики, это как план привлечения, для того, чтобы люди знали, кто их может тушить. Сами товарищесо-хозпроизводители, которые привлекаются к тушению пожаров, тоже, чтобы знали, что на них возложена там миссия, чтобы своевременно они могли прибыть на тушение пожаров. Ну, а сложности, они по-разному бывают. Это как и весенний период, это паводки, они бывают резкие где-то. Где-то инженерная техника должна привлекаться. Все это заблаговременно разрабатывается, обсуждается на многочисленных заседаниях комиссий по ЧАЭС, для того, чтобы, как говорится, те сложности, которые, возможно, нас ожидают, они не были для нас новшеством, не были для нас, как говорится, неожиданностью. Ну, в этом вопросе работаем, как говорится, заблаговременно. Вы вот уже тоже отмечали, что пожароопасный период сейчас, ну и, собственно, дачный период начался весна. Что вы можете порекомендовать дачникам, чтобы не допустить возгораний на дачных участках, ну и, собственно, тем, кто, в принципе, захочет отдохнуть на природе? Да, сейчас действительно пожароопасный период, он уже идет, и очень серьезно идет, очень много горений, загораний пожаров именно из-за сухого травостоя, о чем свидетельствуют, как говорится, те новости, как в стране, так и за рубежом, не говоря уже за рубежом, это уже в нашей северокостанской области, когда сгорают дома именно от сухого травостоя, от несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности, такие, как разведение костров, даже элементарное проведение субботником. Вот при подготовке к майским праздникам люди стараются наводить субботники, чистоту на придомовых территориях, огородах, дачах, наводят порядок, и все это сопровождает с сжиганием мусора. Я бы рекомендовал такие моменты исключить в пожароопасный период, и мусор горючий вывозить на склады бытовых отходов. Почему? Потому что, убирая у себя, разжигая костер, граждане обычно забывают его затушить, где-то остаются искры, которые с помощью ветра разносятся на другие территории, и последствия развития пожаров, вплоть до уничтожения собственности, это домов, постройки и так далее. Ну, а что касается совета отдыха на природе, конечно, сейчас майские праздники, не рекомендовал бы, конечно, идти на природу, так и клещи тоже своего рода имеют опасность нанести вред здоровью, ну и ни в коем случае не разводить костры. Также это свидетельствует уже те случаи, которые буквально вот недавно обошли все телевидения, интернеты по пожарам. Отдыхать можно по-разному, и не всегда с огнем. Много случаев, много есть методов отдыха, не обязательно применять для этого огонь. Кроме дачного сезона, скоро уже начнется и купальный сезон. На территории Мамлюцкого района находится немало озер. Что тоже можете посоветовать отдыхающим и рыбакам? Да, купальный период тоже нас ожидает, по этому вопросу тоже много уже запланированных мероприятий, такие как, с нашей стороны, это рейды, по выявлению лиц, которые употребляют алкогольные напитки, это по выявлению детей, которые находятся без присмотра взрослыми. Вот это, как говорится, та категория населения, которые находятся в зоне риска гибели людей на воде. И зачастую в основном гибель людей на воде нам приходится именно на те случаи, когда рыбаки употребляют алкогольные напитки, когда при нахождении на маломерных судах, не одевая спасательные жилеты, бывает опрокидывание, и состояние алкогольного пьянения дает о себе знать, и люди гибнут. Такие случаи практически именно по ловле рыб имеются. Но на территории района при купании, к счастью, у нас не зарегистрирована гибель людей. Поэтому работа как местных сплотно-органов, так и отдела ЧССМ с пожарной частью систематически проводятся рейды для того, чтобы предупредить население. Сейчас вот по завершению учебного года нами также ведется работа по предупреждению как учащихся, так же и педагогического состава о том, чтобы повсеместно распространять информацию о том, чтобы дети не оставались одни, без взрослых на водоеме. Тоже чревато последствиями. Не всегда ребенок может справиться с той ситуацией, которая возникнет на воде. И можем потерять так детей. Для этого я бы тоже рекомендовал бы взрослым для того, чтобы обратили внимание на детей, которые находятся в летний период каникулярный, дома, чтобы не ходили на берег без сопровождения взрослых. И всегда при отдыхе на воде носили при себе жилеты на рукавнике надувные, которые показывают положительный результат для того, чтобы человек на воде остался в плавучем состоянии и не утонул. Обязательно пользуются жилетами. Расскажите телезрителям, как можно стать спасателем пожарным. Где этому обучают, куда поступать, что нужно? Ну, практически с сентября месяца у нас начинается профориентационная работа повсеместно, где мы посещаем учебные заведения и агитируем учащихся старших классов для поступления в Кочетавский технический институт, который у нас базируется в городе Кокштау, где у нас обучают по специальностям и спасателей, и пожарных. Практически там у нас идет профиль, это физика, математика, ну и, конечно, физические возможности самого молодого человека. Мы эту работу ведем в течение всего учебного года. Если есть там желающие, мы их фиксируем, с ними проводим работу, соответственно. Потом они проходят медкомиссию, медосмотр, промежуточные тестирования их не проверяем, смотрим, наблюдаем и направляем в отдел кадров департамента ПЧС. И данные молодые люди поступают в Кочетавский технический институт и в будущем становятся офицерами. И в завершении передачи, что бы вы хотели пожелать всем североказахстанцам? Я хотел бы пожелать всем, конечно, здоровья, успехов во всех их начинаниях, ну и соблюдать правила пожарной безопасности, беречь себя, своих близких, родных. Спасибо, Амир Ижебович, за продуктивную беседу. С вами, дорогие телезрители, мы увидимся в следующем выпуске программы. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова